Идем Господу, помолимся! На площади Славы у горельефа, скорбящей Родины Матери, почтили память бойцов, погибших год назад в Макеевке, Донецкой Народной Республики. Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по месту временной дислокации российских военнослужащих. Погибли десятки воинов, в том числе из Самарской области. На площади был организован телемост с губернатором Дмитрием Азаровым, который обратился к самарцам, находясь у монумента «Огонь вечной славы» в Сызрани. Сегодня по всей территории Самарской области вспоминают о гибших героях в зоне специальной военной операции. Сегодня мы вместе с моими товарищами посетим каждую семью, поблагодарим и вспомним. Сегодня вспоминают об этом, конечно, и по всей России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Я низко кланяюсь каждой семье военнослужащих, которая воспитала героя, которая поддерживает сегодня память о нем. На площадь славы, почтить память военнослужащих, пришли глава города Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев, член общественной палаты России Екатерина Колотовкина, ветераны, почетные граждане Самары и области, представители политических партий, общественных и младерных организаций, жители города. Елена Лапушкина отметила, что трагедия в Макеевке для всех стала страшным ударом, оставила глубокий незаживающий след в сердцах самарцев. Глава города обратилась к родным и близким погибших бойцов, отметив, что они всегда могут рассчитывать на помощь и поддержку. После минуты молчания все собравшиеся на площади возложили цветы к вечному огню. «Через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда, помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны, памяти павших будьте достойны». В этот же день глава Самары Елена Лапушкина встретилась с родственниками погибших в Макеевке военнослужащих. На встрече присутствовали несколько семей. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, родным павших бойцов вручили почетные знаки Самарской области. За доблесть и отвагу. Андрей Бессонов, Сергей Баскин. События. Субтитры создавал DimaTorzok